Здравствуй, мой юный друг! Сегодня мы продолжим наше занятие, а для него нам понадобятся цветные карандаши и лист бумаги. Готовься, я тебя подожду. Сначала мы разомнем наши глазки. Первое упражнение. Голова стоит на месте, а глазки будут смотреть в правую и в левую сторону. Начали. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Отлично! Следующее упражнение. Голова также стоит на месте, а глазками будут смотреть вверх и вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Отлично! Следующее упражнение – это круговые движения глазами. Давай попробуем глазками нарисовать круг. В одну сторону, а теперь в другую. Отлично! Еще раз. И в другую. Супер! Следующее упражнение. Палец нужно приставить к носу. И постараться сразу двумя глазками посмотреть на него. Вперед, 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 вперед. Теперь отведи палец чуть дальше от носа, посмотри на него и приближай пальчик к своему носику. Отлично! Молодец! Следующее упражнение. Мы как бы проведем диагональ от одного угла к другому. От одного глаза к другому. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. А теперь в другую сторону. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Не забывай, что голова должна все время находиться ровно и неподвижно. Получается, следующее упражнение. Для этого нам нужно будет посмотреть в сторону окна. Сначала без пальца постарайся посмотреть на свой кончик носа. А теперь посмотри далеко-далеко вперед, вдаль, в окошко. Снова на кончик носа. Снова в окошко. На нос. В окно. На нос. Снова в окно. Отлично! Закончили! А теперь мы разомнем с тобой пальчики. Зайка, зайка. Зайка, зайка. Класс, зайка. Класс, зайка. Класс, зайка. Одна рука зайка, а вторая рука класс. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Отлично! Молодец! Следующее упражнение – заяц и указатель. Начнем? Заяц, указатель. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили! Молодец! Следующее упражнение – мизинец и класс. По очереди будем их менять. Договорились? Давай сначала попробуем. Оба класс, оба мизинчики. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А теперь по очереди. Готов? Начали! Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Отлично! А для следующего упражнения нам с тобой понадобятся цветные карандаши. Давай попробуем из них построить забор. Сейчас мы будем выкладывать карандаши, а ты будешь называть их цвет. Повторяй за мной. Начнем с синего. Выкладывай карандаши в такой же последовательности, как и я. Дальше. Клади карандаши друг с другом рядом. Раз, два. Дальше. Продолжение следует. Вот такой заборчик у нас получился. Давай попробуем им немножечко поиграть. Клади руку на забор, и он у нас поехал вперед, назад, вперед. Назад, вперед, назад. Теперь другая рука. Вперед, назад, вперед, назад. Старайся, чтобы карандаши не разбегались у тебя в разные стороны. Отлично. Давай теперь сделаем очень интересную штучку. Один карандаш у нас будет выпрыгивать вверх, а второй вниз. По очереди вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз и снова вверх. Вот такой необычный забор у нас теперь с тобой получился. Клади на него руку и поехали вперед. Вперед, назад, вперед, назад. Теперь другой рукой. Вперед, назад, вперед, назад. Молодец. Давай попробуем разделить наш заборчик. Клади одну руку на верхние карандаши, а вторую на нижние. Поднимаем вверх и снова постарайся попасть в те же самые пазы, что у нас и были. Можно развернуть карандаши друг напротив друга. Поехали. Вперед, назад, вперед, назад. Старайся прокатить все пальчики по карандашам. Молодец, закончили. Давай попробуем из карандашей построить фигуры. Повторяй за мной. Для следующего упражнения нам понадобится лист бумаги. Разверни его, пожалуйста, не в ширину, а в длину и положи перед собой. Еще нам понадобится два карандаша. Желтый и голубой или синий, какой у тебя есть. Если нет желтого, ты можешь взять оранжевый. Почему? Потому что мы сейчас с тобой вместе будем рисовать одной рукой солнце, а другой рукой тучку. Итак, одной рукой мы рисуем круг, а другой овал. Вот так получилось у меня. Но чего-то не хватает. Солнцу не хватает лучиков. От тучки мы можем нарисовать дождик. Точно так же двумя руками вместе начинаем рисовать. Солнцу рисуем лучики в разные стороны. Они будут светить. А из тучки может идти как сильный дождь, так и маленькие капельки. Вот так необычно получилось у меня. А что получилось у тебя? Здорово! Давай нарисуем еще одного необычного героя. Для этого нам понадобится два любых карандаша. Я возьму синий и фиолетовый. Мы нарисуем осьминожку. Давай поставим два карандаша рядом друг с другом. Вот таким образом. И попробую нарисовать круг, ведя карандаши в разные стороны. Вот так получилось у меня. У нашего осьминожки будут ножки. Внизу, с каждой стороны, с правой и с левой, давай нарисуем необычные ножки нашему осьминогу. Можно нарисовать три или четыре с каждой стороны. Если хочешь, нарисуй больше или меньше, как тебе нравится. Еще мы нарисуем нашему осьминогу глаза. Точно так же двумя руками вместе. У осьминога тоже есть рот. Вот такой осьминог получился у меня. А что получилось у тебя? Отлично! Давай теперь поиграем с нашим солнцем и с нашей тучкой. Для этого поставим пальцы на солнце и на тучку. И проведем по линии каждым пальчиком. Теперь нарисуем лучики, а дождику нарисуем капельки. Пальчиком повторяем точно контуры нашего рисунка. Дальше мы повторим контуры пальцами нашего осьминога. Сначала нарисуем круг, ножки, глазки и ротик. Если у тебя есть пуговицы или крышки, ими тоже можно провести по контуру нашего замечательного рисунка. А для следующего упражнения нам с тобой необходимо будет встать на ножки и выйти из-за стола. Ты готов? Ну тогда пойдем! Итак, следующее упражнение. Встань, пожалуйста, ноги на ширине плеч. Отлично! На счет раз тебе нужно будет подпрыгнуть и развести руки в разные стороны, а ноги соединить вместе. Попробуй. Раз. На счет два вернуться в исходное положение. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закончили. Молодец! Для следующего упражнения тебе нужно будет встать на четвереньки. Сейчас мы будем ползать. Слушай внимательно мою инструкцию. Правая рука вперед, правая нога вперед, левая рука вперед, левая нога вперед, правая рука, правая нога, левая рука, левая нога. Правая рука, правая нога, левая рука, левая нога. Молодец! Сейчас мы будем ползти другим способом. Левая рука, правая нога. Ползи так, чтобы рука и нога подтягивались друг к другу как можно ближе. Давай теперь походим необычным способом. Вместе поднимай правую руку и правую ногу и делай шаг. Раз. Теперь левую руку и левую ногу. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично! На этом наше занятие подошло к концу. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok